Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня поговорим с вами об исследованиях, их влиянии на нас и о практике. Самое ценное в жизни это практический опыт. А как показывает мировая практика, основная масса исследований не имеет ничего общего с реальностью и зачастую противоречит сама себе. Мы часто слышим, что те или иные исследования подтвердили или опровергли ту или иную теорию. Часто одни исследования подтверждают что-то или иной препарат полезен и важен для нас с вами, как воздух. Затем, через какое-то время, эти же или другие исследования опровергают и выдают в свет совершенно противоположную информацию. И уже ставший популярным и необходимым препарат, резко подвергается анафеме. И из полезных и необходимых, идущие параллельно исследования, показывают совершенную нейтральность на нас с вами, не вызывая отрицательных реакций, ни и не имея никаких положительных факторов. Так почему же мы так любим ссылаться на те или иные исследования? Все потому, что условия, применяющиеся в том или ином исследовании, далеки от жизненных реалий и проводятся в так называемых идеальных условиях. Простой пример исследования того или иного продукта на выброс инсулина проводятся на полностью пустой желудок. Но в реальных жизненных состоятельствах такого почти не бывает, чтобы наш с вами желудок был совершенно пустым и не содержал остатки предыдущих трапез. Понимаю, что это очень грубый пример, но все равно пример. И то, что из года в год одно исследование говорит одно, а через небольшой промежуток времени те же люди, что проводили предыдущие исследования и получили тогда один результат, получают совершенно противоположный результат. Говорит о многом и как минимум должно заставлять задуматься здравомыслящих людей. Вот еще один пример из жизни. Все мы в детстве слышали, что нехорошо пить после или во время еды. Но есть люди, на которых это правило не действует. На самом деле, в процентном соотношении таких людей примерно 50 на 50 процентов. Взялись за исследование желудочного сока и влияние на него жидкости, применяемой после еды. Получили данные, что выпитая жидкость никак не влияет на выработку и концентрацию желудочного сока. Но какая мне разница, влияет или нет, если я отношусь к тем 50 процентным людям, которым запивание еды приносит расстройство пищеварения и ухудшает само переваривание? Да никакого. Мне как здравомыслящему человеку становится очевидно, что пользы от такого исследования ноль, так как либо оно проведено некорректно, либо теория влияния воды, принятой после еды на желудочный сок, не верна в корни. И причина плохого переваривания пищи, если ее запивать водой, не в желудочном соке вовсе, что мне кажется вполне разумным. Я представляю уже поток критики в мой адрес после данных заявлений. И это еще я даже не затронул тему исследований в бодибилдинге, которые вообще ни разу за всю историю проведения не имели ничего общего с реальной ситуацией. И причин в этом море. А главное в том, что такие исследования в принципе никому не интересны, так как сам по себе бодибилдинг является очень маленькой субкультурой. И несмотря на то, что это наше любимое дело, большинству людей в этом мире нет до него абсолютно никакого дела. Как только бодибилдинг стал коммерчески выгодным мероприятием, в нем стало появляться очень много мифов и ереси, ссылок на лжеисследования, либо на некорректные исследования. Вспомните миф, в котором до сих пор верят наивные и малообразованные слои населения. Миф о пользе сухих завтраков, которые на самом деле являются причиной ожирения современной Америки и всего мира. Да, не трансжиры сгубили Америку, а именно сухие завтраки. И об этом говорят уже диетологи с мировым именем. Но кто их слышит, когда это миллиардный бизнес? Что самое смешное и страшное, если на пачке хлопьев написано слово фитнес, то такие хлопья еще более вредны, чем обычные. Еще мой любимый пример с холестерином. Самый наглядный из всех. Помните, сколько всего выливали, да и выливают на него в СМИ до сих пор. Что он портит сосуды, что он вреден вообще в принципе. Приводили ссылки на какие-то исследования. Но жизнь и здравый смысл показывают, что холестерин не является причиной повреждения сосудов. И что даже когда его в организме мало, что кстати вреднее для здорового человека, нежели когда его много. Поврежденные сосуды будут залечиваться холестерином. По той простой причине, что это его прямая функция. Одна из функций. Сам по себе холестерин не является причиной повреждения сосудов. Вот это нужно четко понимать. Он не повреждает сосуд, он лечит его. И не так давно многие доктора говорят о том, что пониженное содержание холестерина, повторю, в организме гораздо опаснее и вреднее, нежели его повышенное содержание. Что в очередной раз показали очередные исследования. Но это очевидный факт и без исследований. Ведь помимо того, что тонким слоем холестерина выставлена вся внутренняя поверхность легких. И того факта, что без него не будет синтеза гормонов, как в мужском, так и в женском организме. Понятно, насколько важен холестерин для здоровой жизнедеятельности всего организма в целом. И его отдельных частей. Кому интересно, почитайте мои статьи о холестерине. Там все более подробно изложено. Я не буду возгрузить еще десятками сотен примеров. Не для этого я все это рассказывал. Тем более, что основное большинство не прислушается и не задумается даже об этом. Я рассказываю вам все это для тех, у кого есть уши. И тот, у кого есть уши, он услышит, задумается над всеми современными реалиями. Чтобы люди понимали, что только практический опыт может дать результат. Положительный или отрицательный. Неважно. Главное, не негативный. Об этом мы уже говорили в предыдущий раз. Чтобы мы на практике убеждались, работает на нас тот или иной тренировочный режим. Когда видели результат от базовых упражнений. Делали больший упор именно на них. Но не забывали и остатодинамики. Которая тоже приносит свои результаты в процессе строения мышечного волокна. И его выносливости. Чтобы понимали, что типы телосложения не влияют на физиологические и биохимические процессы в нашем организме. От тренировочного стресса. И нет необходимости тренироваться каждому из типов как-то особенно. А обращать внимание именно на индивидуальность питания. Что не сердце, друзья, нужно тренировать ради выносливости. А определенный тип мышечного волокна. И еще множество, множество примеров, ереси, которые породила фитнес-индустрия ради получения денег с клиента на постоянной основе. Если практическая медицина и проатлеты получают полезный эффект от приема БИЦА, то кто бы что ни говорил, какая нам с вами разница, если мы знаем, что они работают. А я больше скажу. Многие доктора скажут вам, что гормон роста никак не сработает на организме, у которого уже закрыты зоны роста. В связи с возрастом. Но что на самом деле-то в жизни происходит, мы видим на проатлетах. А многие скажут, что и анаболические стероиды не влияют никак на рост массы мышц и на их силу. Да, до сих пор встречаются такие доктора. Большинство до сих пор не верят в периодизацию в бодибилдинге. Хотя весь мировой спорт построен на этом. Грамотное циклирование не только помогает в достижении результатов, но и сохраняет здоровье. Так что, друзья, надеюсь, думающему человеку было интересно как минимум послушать с данной информацией. А кому-то, возможно, и полезно. Так что думаем всегда, друзья, головой. Ориентируемся только на практический опыт в любой сфере жизнедеятельности. И тогда все у нас будет на высшем уровне. Чтобы в очередной раз не впарили бы нам разные исследования. Обязательно поделитесь данным видео со своими друзьями. И оставьте в комментариях ваше мнение. Мне оно очень важно и интересно. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok